Мы были, конечно, на взводе. В ноябре 15-го многих российских туристов ошарашили новостью. Росавиация получила от Минтранса указание о приостановке полетов российских авиакомпаний в Египет. Предписание о приостановке воздушного сообщения с Египтом получили все 9 российских авиакомпаний, летающих в эту страну, а также 28 аэропортов, которые, по данным МЧС, принимали соответствующие рейсы. Тысячи российских отдыхающих в срочном порядке покинули солнечный курорт. Курорты должны покинуть десятки тысяч человек. В российских же аэропортах отменяются рейсы в Арабскую республику. Другим же пришлось в долгий ящик отложить мечты от долгожданной поездки в Египет. Некоторые минувши ночью прямо в аэропорту смогли поменять место отдыха и улететь в Турцию. Но не прошло и месяца, как россияне потеряли и такую возможность. Нейшие российские и региональные туроператоры прекращают продажу путевок в Турцию. За нарушение воздушного пространства турецкий истребитель сбил российский Су-24. ИРФ вмиг прекратила чартерные авиаперелеты в Турцию. Ростуризм сегодня вслед за Министерством иностранных дел рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Турцию, а туроператорам приостановить продажу путевок в эту страну. Ко всем бедам российских путешественников добавилось и банкротство авиакомпании «Трансайро». «Трансайро» больше не летает и готова стать банкротом. «Трансайро» прекратила существование. Обстоятельства исчезновения единственного бюджетного авиаперевозчика России эксперты сразу назвали противоречивыми. «Трансайро» был главным конкурентом авиакомпании «Аэрофлот». И после своего якобы банкротства половина рынка внутренних рейсов, конечно же, досталась «Аэрофлоту». «Аэрофлоту» должно достаться большинство направлений, по которым летал будущий банкрот, а именно 56 маршрутов. Так считают в самом «Аэрофлоте». Пока пассажиров будут брать на борт «Аэрофлот» и другие воздушные перевозчики страны. «Банкротство» этой компании, которая позиционировала себя как недорогие авиалинии, снова же таки, ударило не по отдельных великих олигархах, а это ударило по обычных россиянам, обычных пользователей авиалинии, которые за невеликые деньги хотели путешествовать в бизнесе, на отдыхе, в дорогах. То есть все это свуживает их возможности. В сезон летних отпусков 2016 года россияне так и не дождались возобновления авиасообщений в Турцию и Египет. Российские туристы не вернутся в Турцию и, скорее всего, не смогут возобновить отдых в Египте, заявили сегодня в Ростуризме. За последние два года выездной турпоток из России снизился вдвое, и это не предел. В 2016 году эксперты прогнозируют уменьшение выездов россиян за границу в четыре раза. И закрытие для россиян Турции и Египта не единственная тому причина. Окупация Крыма, война на Донбассе, санкции, которые введены против России, сыграли в злый жарт не на Путине, не на его близких друзей-олігархах. Они сыграли в злый жарт с обычным российским населением. Девальвация рубля и сложная экономическая ситуация в России привела к тому, что значительная часть представителей среднего класса, которые традиционно любили отдыхать за границей, они вынуждены остаться дома и отказываются от заграничных поездок. Но такие прогнозы совершенно не расстраивают Кремль. Наоборот. Сегодня российские СМИ взялись активно рекламировать внутренний туризм. Как альтернативу бюджетному зарубежному отдыху, россиянам предлагается отправиться в Сочи и, конечно же, аннексированный Крым. Крым и Сочи встретили теплом и солнцем. Россияне, решившие отдохнуть в праздники на родине, не прогадали. Рьяно продвигая идеи отдыха внутри страны, российское правительство явно демонстрирует курс на самоизоляцию, уверены эксперты. На майский внутренний туризм вышел на первое место по популярности. По данным портала Тревел.ру, самый бюджетный по отелям – Екатеринбург, а небюджетная – Ялта. Крым, Сочи, Москва, Петербург, Золотое кольцо – таков круг туристических интересов. Плюс ко всему, Роспропаганда ежедневно рассказывает населению об опасности заграничных курортов. К примеру, главный санитарный врач РФ Анна Попова не раз предостерегала российских граждан от поездок за рубеж. Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что организм, особенно детский, не стоит теперь напрягать сменой климата посреди зимы и перечислила угрозы. В Финляне нашли дифтерию, в Польше беженцы могут принести вирусный гепатит, туберкулез, ВИЧ в Сирии и Ираке, откуда приезжают мигранты, бушуют холеры. Все это, по мнению властей РФ, ждет россиян за границей. И только в России, по словам Анны Поповой, санитарно-эпидемиологическая ситуация безупречна. Ничего особо необычного не происходит. Ну и, конечно, Кремлевское ТВ не обходит стороной главной, по их мнению, на сегодняшний день бич Европы. Европейцы опасаются болезней и эпидемией, которые могут принести с собой многочисленные беженцы. В Европе стремительно растет волна преступлений с участием беженцев. А вот глава Ростуризма Олег Сафонов пошел еще дальше, сравнив отдыхающих за границей россиян с родителями, которые решили позаботиться о чужих детях, забыв при этом о своих собственных. Мы в течение длительного периода времени говорили о перспективности развития внутреннего туризма в Российской Федерации. Российская пропаганда в этом плане тоже не отстает. Некоторые россияне, насмотревшись телевизора, действительно уже готовы отдыхать только дома, в родной стране. По крайней мере, пока. В Крым, ребята, в Крым! В российском общественном мнении, в средствах массовой информации очень много агрессии и очень много фобий насаждают страхи. Как плохо и как страшно в Европе. В Европе террор, в Европе не любят Россию, не любят россиян, могут устраивать разные нехорошие вещи для россиян. Плюс пугают терактами в традиционных местах отдыха, вот, в Египте и в Турции. Ростуризм предупреждает россиян, которые находятся в Турции, об угрозе попасть в заложники. А за попытки многих турфирм отправлять россиян на отдых в Турцию через Беларусь, Роспотребнадзор взялся не на шутку наказывать. Было составлено более 140 протоколов об административных правонарушениях. Это вот тоже отражение, может быть, не прямой, а косвенной самоизоляции. То есть Россия противопоставляет себя Европе, Западу, большинству из соседей. И это отражается в том числе даже в такой сфере, как туризм. Россиян чуть ли не силой, скажем так, заставляют оставаться у себя в стране. Впрочем, Кремль таки заставил многих россиян остаться дома. В 2014-м правительство РФ негласно запретило выезд из России сотрудникам силовых структур. Сотрудники полиции не покинут пределы страны. В Министерстве внутренних дел России выпустили указ, запрещающий полицейским выезжать за границу. Более того, в Госдуму постоянно поступают предложения о введении выездных виз и для обычных граждан. Об этом депутаты говорили в конце прошлого года. Тогда же и поступил законопроект, наделяющий правительство правом запрещать россиянам поездки за границу в те или иные страны. Сегодня можно спостерегать такую очень интересную тенденцию, когда российское руководство проводит такую хвилю пропаганды о забороне выезда за кордон. То есть это мягкая хвиля, это не железный занавес, который был при Российском Союзе. Но в способах массовой информации идет популяризация, что выезжать не нужно. Введение выездных виз для простых россиян в Госдуме только обсуждают. Возможно, таким образом, пока Кремль только пытается проверить реакцию населения на возможные нововведения, говорят эксперты. За столько лет мы уже как бы немножечко привыкли к свободе, а теперь получается, что мы возвращаемся в те наши 80-е и 90-е годы. Я пережила этот период и совершенно не хочу в это время возвращаться. Это плохо, я считаю, потому что мы живем в свободной стране. Железный занавес нет. К слову, обсуждаемые Госдумой выездные визы сегодня существуют в Северной Корее. А еще недавно такие жесткие правила выезда в другие страны были в Советском Союзе. Куда держит свой путь Кремль сегодня, догадаться несложно. Были соцстраны и капстраны, каждый раз был реманс особое решение. Но существовал запрет, что ты должен был обращаться за разрешением, если ты хотел куда-то поехать и обосновать, зачем тебе это нужно. Было такое понятие «невоездной» в Советском Союзе. Вот еще немножко, и Россия может докатиться до такого состояния, когда будут решать, кому выезжать, а кому не выезжать. Тенденция уже в направлении тоталитарного государства. Кремлю сегодня выгодно ограничивать поездки россиян за рубеж. Во-первых, их контакты с иностранными государствами уменьшаются. При этом рост пропаганды становится еще более эффективной. А во-вторых, такие меры перенаправят деньги российских туристов на внутренний рынок, тем самым помогут поддержать на плаву проблемную экономику РФ. Туристы везут с собой деньги, и эти деньги инвестируются в экономику нероссийской федерации. Поэтому сокращение выездного туристского потока, как нам представляется, может в высшем степени эффективно сказаться на развитии внутреннего туризма в России. Похоже, что двери в современный мир для РФ действительно закрываются. В 2015 году многие иностранные авиаперевозчики значительно сократили свои рейсы в России. Некоторые крупные и дешевые авиакомпании и вовсе прекратили свою работу на российском рынке. Российская власть, она всячески стимулирует закрываться и самоизолироваться. Она приветствует, когда люди отказываются от зарубежных поездок, они остаются в стране. А из таких крупных транспортных авиаузлов, как Санкт-Петербург, Омск и Пермь, практически прекратились рейсы в некогда популярные Испанию, Италию и Грецию. То даже большие российские места не столичные, они не могут насбирать той кількости пассажиров, которую они еще с легкостью делали еще 2-3-5 лет назад. По мнению экспертов, проблемы для российских путешественников будут только усугубляться. Закрываясь от всего мира, Россия медленно, но уверенно движется к самоизоляции. Открытость России была частью современного мира. А вот закрытие России, прекращение вот таких контактов, хотя бы даже частично, это путь назад. У нас десоветизация, а в России происходит ресоветизация. Несколько поколений россиян были лишены возможности свободно путешествовать по миру. И похоже, сегодня железный занавес снова опускается на РФ. А значит, правительство империи зла опять возвращает своих граждан во времена информационного и культурного вакуума. Продолжение следует...